Всем привет! Продолжаем, и это уже, наверное, заключительное видео, то, что касательно тёплых полов. То есть после того, как мы сняли вам видео, показали, как они были намотаны, на следующий день пришли господа, за два дня исполнили полусухую стяжку, и вот мы теперь покажем результат. Но прежде чем мы пойдём по всем помещениям, я хочу немножечко вам ответить на вопрос, которые были под этим комментарием касательно шага намотки. Ребята, ну неужели вы думаете, что я бездумно выполняю какую-либо работу? То есть вот как там парировали, что типа мы всегда так делали, и у всех всё было нормально. Если вы внимательно смотрите мой канал, я же показывал, я даже проект показывал, ну, допустим, в случае каркасного дома, посмотрите в плейлисте, где я рассказывал про каркасный дом. Там существует проект, и я на проекте даже вам показал, что проектировщик рассчитал все теплопотери и шаг намотки 100-150 миллиметров. Ну, никто не мотает у нас 200. Когда я рассказывал про сокольный этаж, где у нас технические помещения, гараж, баня, оружейная комната, комната для обслуживающего персонала. Я показывал там шаг намотки, и как вы видели, если вы не поленитесь и посмотрите, что в гараже, в технических помещениях везде шаг намотки 200 миллиметров. Для обслуживающего персонала шаг намотки 150 миллиметров. В бане, где и, скажем так, там такая спа-зона. Шаг намотки 100 миллиметров. И, соответственно, вот опять же, про каркасник я вам тоже показывал. Как только это санузел, жилое помещение с большим остеклением, шаг намотки 100-150 миллиметров, давайте я вам еще дальше постараюсь объяснить, что и рассказать, каким образом это все сняется. Я сниму видео даже с расчетами. Вот никто у нас ручками, вот ручкой садится, с калькулятором никто не считает. Существуют специализированные платные программы для расчета теплых полов. И как только, вот я вас уверяю, вот как только вы возьмете и заложите определенные параметры. Первый. Ну, я просто говорю, какие составляющие. Понятно теплоизоляция, понятно окна, понятно рамы. Все это берется в учет. Но, есть еще и параметры. Максимальная температура теплоносителя. Максимальные, какие у нас бывают в данном нашем регионе температуры наружного воздуха и желаемые температуры в помещении. Вот эти немаловажные факторы. Особенно температура теплоносителя. При максимальных температурах наружного воздуха в нашем регионе считается минус 21, это максимальная точка, от чего отталкивается. А дальше, опять же, я стараюсь использовать температуру теплоносителя очень низко. И как вы только возьмете и ограничите температуру теплоносителя 35-38 градусами при минус 20, и как только вы заложите в помещении, в помещении температуру воздуха желаемую 22-24 градуса, 24, не так как берут проектировщики и отталкиваются температуры 21. Согласитесь, большинству людей 21 градус в помещении, это не комфортно. Ну, не комфортно. Я заметил, что большинство заказчиков, вот я приезжаю, комнатные термостаты, я смотрю, от 20, от 20, это в жилых помещениях, нет, вру, в спальнях, от 18 до 24, вот в этом диапазоне. Есть некоторые, даже 26 я видел, ставят. И эта возможность есть достичь. 24. И вы увидите, вам программа, ну вот, сразу же выдаст, блин, шаг на мотке 100-150 миллиметров. Ну, поймите, что я не изобретаю велосипеды, не хочу показаться умнее кого-то, да. Это практика. И то, что вот потом видишь, вот эти вот вздыбленные паркетная доска, ламинат, кафель щелкающий. Да, видели там где-то, было где-то видео, что, по-моему, в теплые полы пускали в районе 50 градусов или 60, и капель трескался. Ну, это дичь какая-то. Ну, мы не делаем. Очень низкие температуры. Я опять же, ну, посмотрите мои эти видео. Я об этом все рассказывал. Я бы показывал проекты с расчетами. Да, в большинстве случаев мастера, которые уже знают, они приходят, видят, какая теплоизоляция. Ну, ты уже знаешь, что шаг вот тут вот такой надо делать. И ну, 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 нету смысла, да, какие-то дальше производить расчеты, потому что сядешь за расчеты, получишь ровно точно такой же результат. И идем дальше. Отделочное покрытие. Ну, это, допустим, кафель, там, ну, типа каменная какая-то масса лежит. Или дерево, да. Понятное дело. Сейчас уже, по прошествии 10-15 лет, дома уже у многих пошли на реновацию. То есть, изначально, допустим, вы рассчитывали все, что здесь, допустим, будет кафель. Прошло 15 лет. Вы такие подумали. Кафель все-таки некомфортно. На басую ногу все-таки что-то связанное с деревом, да. Вы меняете покрытие. И что вы будете делать, когда у вас шаг 200? Ну, вот что? Вы что будете делать? У вас одна единственная возможность поднять температуру в помещении при низких температурах на улице, это увеличивать температуру теплоносителя. Ну, другого способа нет. И потом после этого вот начинают вот эти вот расти вот эти вот дикие слухи. Вернее, они имеют под собой основу. Высокие температуры. Опухшие ноги, потому что я сижу здесь на диване. Здесь ничего не контролируется. Температура пола в районе 35 градусов. Понятное дело. Понятное дело. Так что, ребят, ну, поверьте мне, ну, я не занимаюсь самодеятельностью какой-то. Если это такой шаг, а в данном случае, вот в этом помещении, я уже говорил, высота потолков здесь 4 метра. Посмотрите остекления. То есть, высота остекления здесь 3,90, по-моему. Или 3,80. По длине здесь 5 метров. Пойдемте вот там. Высота остекления. 3,30. Длина в районе 6 метров. Так что, вот такой, ребята, ответ. Но это вот такое вступление. Потому что, я понимаю, ну, что я буду злиться? Ну, глупость какая-то. Тем более, что люди в комментариях, мне очень нравится, что... И вы, пожалуйста, что вы боитесь? Пишите смело. Вы высказывайте свою точку зрения, которую я нормально к этому отношусь. Если нормально поставленный вопрос и нормальный комментарий. И вы не переживайте, там, в переписочке пишите, не воспринимайте в штыки. Чего мне воспринимать в штыки? Когда вы приводите определенные аргументы. У нас нормальная дискуссия. И я вот сейчас вам тоже стараюсь понятным образом это донести. Ну, ребята, ну, согласитесь. Ну, большинство своим смотрят люди, которые в этом ни черта не понимают. И они не хотят в это вникать. Да? Есть, конечно, дотошные, которые сядут на калькуляторе и будут высчитывать, какие у нас здесь теплопотери. Да? И какой шаг намотки должен быть. Но я вам назвал основные параметры, от которых я стараюсь отталкиваться при проектировании. Вот вы задайте просто проектировщику вот эти вот параметры. В минус 20 я хочу в доме 24 градуса. Но я тебя, уважаемый проектировщик, зажимаю в рамках. Максимальная температура теплоносителя, которая в минус 20 пойдет, это 36-38 градусов. И посмотрим, что вот будет. Вот давайте посмотрим. Или вы сами сядете, посчитаете. И покрытие у нас будет здесь, допустим, паркетная доска. Вы увидите, что шаг намотки будет 100 миллиметров. Я вам зуб даю. Видите, как зубами лучше не раскидываться. Их всего 32. 32 раза скажешь, и ты окажешь, и все зубы раздать пойдет. Ладно. Итак. Значит. Засыпали полусухую стяжку. Что хотелось бы показать. Опять же. Те люди, которые занимаются засыпкой полусухой стяжки, говорят, что ты здесь навтыкал демпферных швов. Ты им показываешь проект, место установки демпферного шва. Он нам мешает. Ёлки-палки. Ребята, вот те, кто занимается полусухой стяжкой. Я вам. Я не специалист, но я вам расскажу, как это делается. Раз уж вы сами не знаете. Вы подошли до сюда, до демпферного шва. С этой стороны подперли шов своей полусухой стяжкой. Уровень вы здесь вывели. Взяли нож. Взяли нож обыкновенный. И срезали его, раз он вам мешает. Все. В чем проблема? В чем проблема? На одном объекте был дикий скандал. Есть проект, места установки. Повыдергивали все швы. Попали на бабки? Вам просто не доплатили за такие шутки. То, что вы говорите, что мы разрежем кельмой. Вы кельмой разрежете до конца? Вы кельмой разрежете 10 миллиметров? Понимаете? Про что идет речь всегда? Это же известный факт. Демпферная лента. Давайте я вам просто покажу на обрезке на этом. В идеале должна быть не меньше 8 миллиметров. Не меньше. Дать возможность поработать стяжки. Как видите, демпферный шов имеет точно такую же толщину. Дать возможность поработать стяжки. Сейчас я вам покажу. Кто-то спросил, как он выглядит. Это, опять же, тот же вспененный полиэтилен, только обрамленный с обоих сторон. Но вот такой пластиковый. Ну, давайте я попробую как-то это дело разорвать. Вот видите, это такой плотный полиэтилен. Очевидно, чтобы он стоял ровно. И с нижней части, вы видите, вот он имеет клеевую основу. Да, то есть, раз, вот так вот он монтируется. Это для упрощения работы в последующем, кто сделает стяжку. И опять же, первое видео, где заливали бетон. Вы видели, как те люди, которые заливали бетон, как они это делают? Там показано на видео, посмотрите, пожалуйста. Так что, не проблема в наличии демпферных швов установленных, а проблема в вас, ребята, тех, кто занимается полусухой стяжкой. Что хотелось бы сказать еще. То есть, здесь у нас площадь помещения больше 40 квадратных метров. И вот тут немножко струхнули по ходу движения. Что есть риски, что вот от этого угла у нас пойдет какая-нибудь трещина. Неконтролируемая. Поэтому вот здесь попросили еще на всякий случай фельмой вот резануть вот это место. Идем дальше, ребят. Значит, ну вы, наверное, заметили, что этот уровень отличается от этого уровня. Я опять на видео уже рассказывал вам. Ну, чтобы для понимания, я подставлю уровень. Видите? Здесь выше, чем здесь. И я об этом опять рассказывал. Для чего это делается? В этом помещении у нас отделочный материал имеет высоту меньше, чем здесь. Да? И чтобы у нас стыковка этих материалов в один уровень получилась, поэтому здесь немножечко опустились ниже. Вот по этой причине здесь сделали выше, чем здесь. Изначально. Да, вы скажете, что можно. И так это правило тоже имеет право на жизнь. То есть, те помещения, где будет отделочный материал, иметь разные высоты. И вместо стыковки, то есть, ту площадь берут просто самовыравнивающие, приподнимают на ту высоту, которая необходима. Чтоб состыковались разные материалы в один уровень. Пойдемте, я еще этот момент покажу вам. Вот здесь. Видите? Опять демпферный шов есть. И опять вот тут у нас материал один, здесь материал другой. Пойдемте, еще покажу. Вот опять. Наверное, с той стороны это лучше будет показать. Разные высоты. Здесь один материал, здесь другой материал. Теперь. Опять. Многие опять заметили, что стены не отштукатурены. Да. И опять я на своих роликах вам рассказывал. Я не помню этот Дин. По-моему 1261. Ну, не буду врать. Которым я даже зачитывал и показывал. Которым черным по белому, английскими буквами, написано, что прежде чем обустраивать систему теплых полов в помещении, стены все должны быть отштукатурены. и только после этого делается система теплых полов. Вы спросите, почему здесь, там, на видео, стены не отштукатурены. Да блин, я вам честно скажу, примерно 90% зданий, которые строятся, стены не отштукатурены. Вот клянусь. Сколько я вижу. Это большая редкость. С чем это связано? С тем, что если вы отштукатурите стены, дабы теплые полы не контактировали с конструкцией здания, и исключить передачу ударных шумов на конструкции зданий. То есть, вот между ними остается демпферная лента. Понимаете? Я доходчиво, наверное, объясню. То есть, исключить контакт теплого пола со стенами посредством демпферной ленты. В данном случае вы видите, что стена не отштукатурена и что типа штукатурка дойдет досюда и что существуют риски, что пойдет, потом полы, когда начнут играть, что пойдут трещины. Да? Из моей практики. Потому что, как бы это сказать, знаете, как обычно говорят, да пофиг это все, ничего этого не было. А вы были на тех объектах там через два года, через год, да? У меня такая система, что я частенько с клиентами на протяжении нескольких лет имею контакт. и я вижу, что никаких проблем нету. Ну, опять же, я и знаю, что показывали, есть примеры, где есть трещины. Но, скорее всего, это не, я бы не сказал, что это связано с тем, что стяжка контактирует с конструкцией. почему это еще не делается сразу? Потому что, ну, получается так, смотрите, все, вы, допустим, первый, кто кого запускает, тут тянет инженерные коммуникации, да? В данном случае, давайте предположим, пришли сантехники, теплотехники, электрики, раскидали все, да? Вы представляете, да, сколько коммуникаций на полу? Да? В изоляции, в гофрированных трубках. И после этого приходят штукатуры. Но они же на штукатуры не умеют летать, да? Да и их оборудование тоже будет здорово. И они начинают штукатурить помещение, топчутся здесь, повреждают изоляцию, повреждают гофрированные трубки, есть риски, что повредят трубопровод, повредят кабель. Да? И плюс, ну хотите вы не хотите, при штукатуре вот эти вот залипухи будут на пол, как это им почистить? Никак. То есть, идеально вычищено не будет. Дальше, вот эти вот залипухи остаются, как теплоизолировать это? То есть, теплоизоляция идет в задницу, то есть, там исполнение будет отвратительно. Но хорошо, в данном случае здесь везде сыпался термолайт, это не была такой большой проблемой бы, да? Вот почему, частенько вот это вот исполняется немножко таким кривым образом. То есть, подразумевается, окей, вы скажете, хорошо, давайте на чистые полы, пока никого нету, штукатура, отштукатурили, окей, но тогда вам нужно смириться с тем, что вы заплатили деньги, вам отштукатурили стенки, дальше приходят сантехники и электрики, начинают штробить, да, и кто потом это все будет дело замазывать. Да, вот, как бы получается, вот такая вещь. Вот поэтому, частенько, да блин, очень много случаев, это я говорю, что это примерно 90% случаев, когда сначала вот таким вот образом делается и потом штукатурится помещение. Согласитесь, что если упал раствор, его легче снять с такой поверхности. Вот поэтому. Ну, вот такой рассказик, наверное, давайте я пройдемся по помещениям опять же. Там мы показали все, опять демпферный шов, опять понижение, потому что разные материалы. Ну, вот, пожалуйста, здесь они, вот они подрезали чуть ниже, демпферные швы есть везде просто, видите, вот он, вот он, он тут стоит. Здесь тоже, видать, вот тут резанули явно, что ниже, да, ну, тут просто надо, я знаю, где он тут идет, и мы его тут найдем. Просто стуканем, и все, и сразу полосочка эта появится. Вот как они подошли здесь достаточно аккуратно к трубопроводам, то есть, ну, хорошо, ребята, выполнили работу свою. Я не буду в этот раз тут с правилом бегать, бог его знает. Наверняка все в допусках. Пойдемте посмотрим еще. Вот демпферный шов, да? То есть, все есть. Делать только надо правильно. Вот демпферный шов. Вот, помните, я вам рассказывал, что, ну, не ставим мы трап сразу, потому что, ну, как поймать трап и установить его сразу, если вы не знаете точной, финишной высоты. Да, можно с ротационным нивелиром, блин, с линейкой можно выставить, и есть такие случаи. Но в большинстве случаев я все-таки, это лучшее решение, отгородили определенную площадку, увидели этот ноль, выставили трап, частенько даже кафельщики немножко поругиваются, потому что он видит это несколько иначе. И тут уже я вместе с кафельщиком, да, он говорит, Юра, выставь мне его вот так, вот так, дальше я тут сам с ним разберусь. Очень распространенная вещь, да? Поэтому, чтобы не напортить, не нагадить, скажем так, и не осложнить работу тому, кто будет заниматься отделочными работами, это мы делаем обычно вместе. И после того, как делается полусухая стяжка. Ну вот уже, полусухая стяжка сделана уже, рама поставлена, подготовлены выводы под гигиенический душик, ну то есть, так называемую бидету. Придут бидеты, встраиваемые части, тогда будет она установлена и подключена. Ну вот, идем, вот опять, вот она, вот она трещинка, видите, вот так вот, друзья, вот здесь вот дамферный шов стоит, вот здесь дамферный шов стоит. Ну вот такой получился рассказ, немножечко эмоциональный, я вас призываю только к одной вещи, не расценивайте мою некую эмоциональность эмоциональность в рассказе о теплых полах, как попытку доказать, что я прав, а вы нет. Это абсолютно не так. Я пытаюсь, может быть, вот эта вот эмоциональность, ну, лишняя, да, извиняюсь за нее, но я пытаюсь объяснить логику тех или иных решений и поступков. Вот почему немножечко вот так получилось эмоционально. Я вообще, конечно, заводной, блин, меня можно раздраконить вот так, да, но я понимаю, что это неуважение к тем, кто тебя смотрит. И ты когда, ну, согласитесь, в споре драка и оскорбление и я прав, а вы идиоты все, ну, это ни в какие ворота не лезет. Поэтому я вот постарался, ну, максимально понятным языком, да, не надо этих формул. вот, ну, кому, ну, слушайте, вам что интересно будет, что я сейчас поставлю доску, начну вам писать эти формулы и показывать реальные расчеты. На этом все. Спасибо вам всем за внимание. Прекратите меня сравнивать с Валерием Кипеловым. Я не Валерой. Но, наверное, надо Валерия написать, чтобы он сказал, что он в отсутствии концертной деятельности халтурит здесь в латвии по стройкам. Ну, попробуем связаться, договориться, да. Ну, или в конце концов, наверное, я отращу волосы и запою. Еще раз спасибо вам всем за внимание. Еще раз приношу извинения за некую эмоциональность. Ставим лайки, кому понравилось. Кому не понравилось, можете ставить дизлайки. Если возникли какие-то вопросы, в комментариях. И на колокольчик не забываем, чтобы вы знали, когда появится новое видео. Всем пока. Всем пока.